2010 год. 15 апреля. В городе Милуокино, севере США, паника. Крупные светящиеся шары летают прямо среди небоскрёбов. Очевидцы не сомневаются, это начало космической войны. О том, что светящиеся шары осколки метеоритов, сообщается лишь спустя несколько часов. В это же время в маленькой Исландии начинается извержение вулкана. Вся Европа накрыта облаком вулканической пыли. От лавы и пепла плавится окружающий кратер льды. Вот-вот талая вода обрушится с гор на тысячи населённых пунктов. Полностью закрыто воздушное пространство десяти стран. Отменено почти шесть тысяч рейсов. От мелкой пыли моментально глохнут авиационные двигатели. Вулканическое облако достигло Москвы и Нижнего Новгорода. Сколько это продлится, не могут сказать даже учёные. В последний раз вулкан просыпался 200 лет назад и выбрасывал лаву два года подряд. Если это извержение будет таким же долгим, то продлится оно до 2012 года. Года, в котором нам предсказан конец света. Не являются ли эти катаклизмы предвестниками грядущего апокалипсиса? Апокалипсис. Армагеддон. Судный день. 21 декабря 2012 года. Приближение этой даты мы ждём со страхом и любопытством. Наступит ли конец света? По какому сценарию он будет развиваться? И правда ли, что календарь цивилизации Майя предрёк вселенскую катастрофу? На этот счёт есть много версий. Но так или иначе, одно из древнейших на Земле летоисчислений называет этот день концом современной эпохи. Таким его считали жрецы Майя. Так его обозначили индейские астрономы. Получалось, что четыре раза на Земле возрождалась цивилизация и гибла. И вот мы сейчас пятая цивилизация, как они пишут, пятая Солнца. И по их календарю, вот с этим длинным счётом, получается, что календарь кончается в 2012 году. Не доверять расчётам индейских астрономов нет оснований. Ведь даже по современным меркам, Майя на удивление верно определяли даты астрономических событий. А по своей точности, их календарь даже превосходит наш современный Григорианский. Гибель нынешней цивилизации, которую они назвали концом пятого Солнца, древние жрецы назначили на декабрь 2012-го. У них каждое вот это Солнце или каждый вот период цивилизации имеет название. Одна цивилизация погибла, у них была там вода и погибла от потопа. Другой был огонь, погибла от огня. А вот у нас движение. Движение Земли современные астрономы считают переходом нашей Вселенной из одной системы в другую. Именно 21 декабря 2012-го произойдёт парад планет, когда в одну линию выстроятся некоторые планеты не только Солнечной, но и других звёздных систем. Прямая протянется от самого центра галактики. Но что произойдёт после этого с самой галактикой? И доживёт ли до этого дня наша цивилизация? Так или иначе, но конец света пророчества всех религий связывают с глобальными катаклизмами, уничтожающими целые материки. Учёные подтверждают, наша планета знала подобные катастрофы. Астрономы полагают, что гибель динозавров 65 миллионов лет назад вызвал метеорит диаметром в несколько километров. Но что будет, если Земля столкнётся с кометой или астероидом массы в миллионы тонн? Астероидно-кометная опасность связана с небесными телами, малыми небесными телами, которые вращаются вокруг Солнца, точно так же, как Земля, но по своим орбитам. И некоторые из них движутся по таким орбитам, которые достаточно близко подходят к Земле. Сейчас считается наиболее опасным – это астероид Апофис. Астероид массы в 55 миллионов тонн, названный именем древнеегипетского бога мрака и разрушения, уже сейчас несётся к Земле со скоростью 45 тысяч километров в час. Его приближение может повлечь за собой катастрофу, которую земляне ещё не знали. Он в 29-м году пройдёт очень близко к Земле на расстоянии 33 тысячи километров. Если он пройдёт так близко, то поле тяготения Земли и вот так ему орбиту изменит, что на следующем витке в 36-м году он может упасть на Землю. Столкновение с Апофисом повлечёт за собой взрыв, равный 65 тысячам хиросимских бомб. Эта энергия способна уничтожить небольшую страну или вызвать цунами высотой в 200 метров. Такая волна накроет сушу на 10 километров от берега. Но может ли человечество предотвратить ужасную катастрофу? Проводились очень серьёзные испытания на предмет того, чтобы использовать ядерное оружие для предотвращения столкновения крупных небесных тел с Землёй. Какие необходимы мощности ядерных зарядов, против какого небесного тела, какой массы. Эти расчёты когда-нибудь и могут пригодиться. Возможно ли избежать нависшей над нами опасности? Очевидно, что всем известные рецепты голливудских кинорежиссёров воплотить в жизнь просто невероятно. Учёные уже начали подготовку к встрече с неуправляемым космическим телом. Но успеют ли они найти способ, как сбить с курса гиганта, несущегося к нам из глубин Вселенной? И окажутся ли верными эти расчёты? Это будет зависеть от размеров этого астероида. Поэтому сейчас пытаются, разрабатывают методы, попытаться его расколоть на несколько более мелких частей. Он уже не так страшен будет. А так, в принципе, если он завтра прилетит, мы ничего не сделаем. И тогда это будет зависеть от него, от его размера. И всё же Апофис приблизится к нам лишь в 29-м году. Так при чём же здесь 2012-й? Оказывается, дата календаря мая и в этом случае играет свою роковую роль, делая конец света почти неизбежным. Именно через два года астероид окажется на таком расстоянии от Земли, что учёные смогут определить его орбиту в 2029-м. Если они ошибутся в расчётах хотя бы на несколько десятков метров, предотвратить столкновение будет невозможно. Всё будет зависеть от конкретной ситуации. Всё будет зависеть от того, какое это небесное тело, насколько оно близко подошло к Земле, насколько много необходимых ядерных зарядов для того, чтобы или это небесное тело разрушить, или отклонить траекторию его движения, чтобы не было столкновений с Землёй. На какой высоте это произойдёт? Вот каждый такой вариант, он совершенно конкретен. Но то, что какие-то побочные эффекты на Земле будут, это факт. Перед несущимся навстречу Земле астероидам, человечество пока бессильно. Но рассчитать, куда упадёт космическое тело, учёным удалось. Примерное место столкновения Апофиса с нашей планетой – полоса шириной в 50 километров. Она проходит через Россию, Тихий океан, в Центральную Америку и далее в Атлантику. И всё же наиболее вероятно, что астероид попадёт в океан. Это зависит от того, во-первых, куда он упадёт. Если на сушу, то цунами едва ли, хотя, может быть, тектонические деятельности очень резко возрасти, и от этого и цунами будут. Либо, если упадёт в море, кора у нас гораздо тоньше, чем на суше, в разы. Тогда это, опять же, чревато тем, что вырвутся, так сказать, ядра Земли. В любом случае, столкновение с астероидом кардинально изменит климат на планете. Так не повторит ли человечество судьбу динозавров? Ну, последний мир будет крещён огнём. Как бы такое, как некое такое огненное испытание, где сгорит всё, что не нужно. Это просто будет огонь, знаете, такой вот. Это какая-то плазма, конечно. То, что подобные катастрофы случались в истории Земли, утверждают многие учёные. Некоторые исследователи полагают, что именно из-за столкновения нашей планеты с крупным космическим телом и погибла Атлантида. Есть предположение, что это был огромный метеорит, сопровождавший комету Галлея. Вот как раз это столкновение породило цепь необратимых событий. От столкновения началось извержение вулканов, стала меняться картина Земли. Те части суши, которые были в надводном положении, они ушли под воду. И, конечно, выжить в таком кошмаре было крайне проблематично. По словам Платона, впервые поведавшего миру о загадочном острове, в один день и в одну бедственную ночь вся Атлантида ушла под воду. Легенда о потопе существует в мифах многих народов. Исследователи не сомневаются. В их основу легли некие реальные события, связанные с разгулом водной стихии. Некоторые считают эти явления лишь крупным наводнением местного масштаба. Но часть ученых готовы принять версию всемирного потопа, погубившего почти все человечество. Следы этого катаклизма археологи находят практически на всей поверхности Земли. Легенды о всемирном потопе позволяют почти полностью восстановить картину ужасной катастрофы. Первый же мир был уничтожен потопом. Следеяние людей стало такое, что они ели друг друга уже там просто, понимаете. Разврат такой творился, что дальше просто некуда. Поэтому мир был уничтожен потопом, а второй был уничтожен огнем. Однако большинство склоняется к тому, что причиной гибели Атлантиды могло стать сильнейшее землетрясение или извержение вулкана, а вероятнее всего и то, и другое. Если Атлантида и была затоплена, то, скорее всего, гигантскими цунами, которые возникли из-за того же землетрясения. Причиной гибели народов и цветущих цивилизаций не раз становились вулканические извержения и крупные землетрясения. Колебания земной коры разрушили древние культуры Крита, Мальты и Трое. А может ли сам человек спровоцировать катастрофу? Оказалось, что может. К такому выводу пришли современные ученые. Они утверждают, что с началом испытаний ядерного оружия на планете существенно увеличилось количество землетрясений. Есть данные, которые свидетельствуют о том, что такая связь существует. В частности, вот когда Соединенные Штаты Америки применили очень мощные бомбы в горах Афганистана, то применение этих бомб спровоцировало некие катаклизмы, которые очень были похожи на землетрясения. Только за полгода проведения антитеррористической операции на территории Афганистана произошло 40 землетрясений, спровоцированных воздействием тяжелой авиации. Более того, после подземных ядерных испытаний в земной Корее еще десятки лет будут распространяться волны, вызывающие землетрясения. В зоне, где производятся эти взрывы, обычно происходят землетрясения, но относительно небольшой силы. А вот больших в этих местах, как правило, не бывает. То есть взрывы провоцируют, что ли, разрядку энергии путем такой череды относительно слабых событий. Как только прекращаются взрывы, положим, и проходит там десяток-другой лет, в этом регионе могут начаться и сильные землетрясения. Ежедневно в мире происходят тысячи землетрясений. Однако мы ощущаем только самые сильные. Из нескольких сотен тысяч, лишь сто окажутся настолько разрушительными, что приведут к гибели людей и целых городов. Здесь, значит, вынесены все землетрясения, произошедшие на Земле за последнюю неделю. Вот красным цветом, вот маленькое событие, где-то в Мексике, это землетрясения, которые произошли в течение последнего часа. Значит, синим цветом, голубым, это те землетрясения, которые произошли за последние сутки, а желтым это за последнюю неделю. Вот в целом за неделю по Земле землетрясений с определенного уровня, вот магнитуда 2,5 по шкале Рихтера, произошло 262 землетрясения. Только во второй половине 20 века произошло несколько землетрясений, которые относят к числу величайших катаклизмов за всю историю человечества. Так, энергия гималайской сейсмической катастрофы, произошедшей в высокогорной части Тибета в 1950 году, была равна энергии взрыва 100 тысяч атомных бомб. За 100 километров от Гималаев люди испытывали приступы морской болезни. А чилийское землетрясение 1960 года полностью разрушило 400-летний город Консепсион. Обвалы и оползни произошли на площади, равной территории Великобритании. За несколько секунд прибрежная полоса площадью в 10 квадратных километров опустилась на 2 метра ниже уровня океана. 21 век лишь продолжил ужасный список. Если взять по периферии Тихого океана, сразу сколько было землетрясений? Заметно на Тайване, в Японии, Чили, вот это большое землетрясение, которое случилось в феврале этого года. Затем, ну где еще там? Вот сейчас в Новой Зеландии происходит не такое сильное. Гаити перед этим. То есть мы видим, что да, действительно, это как бы кажется, что вот как-то разбушевалась у нас земля. После крупного землетрясения в Чили в феврале 2010 года американские ученые опубликовали сенсационные данные. Катастрофа привела к перераспределению земной массы и сдвинула ось, относительно которой сбалансирована наша планета, на 8 сантиметров. Кроме того, землетрясение сократило земные сутки почти на полторы микросекунды. Одно из таких в Евангелии указаний на скорый конец света это умножающиеся такие катаклизмы мировые, что море выйдет из берегов, что настолько будет ужасающе море шуметь, что люди будут издыхать от самого лучшего моря, от страха грядущих испытаний. Такой конец для Земли предположительно может приблизить и планета Нибиру, спор о существовании которой ведется уже много лет. Ее называют десятой планетой Солнечной системы, известной также как Мордук, планета Икс-Телефаэтон. Считается, что красная планета в несколько раз больше самой крупной планеты Юпитера. Исследователи полагают, что Нибиру уже неоднократно приближалась к Земле. Ее винят в исчезновении Атлантиды и бесконечных наводнениях. Есть мнение, что Нибиру впервые упоминалась в древних шумерских текстах еще 6 тысяч лет назад. Название этой планеты переводится как паром или переправа. Планета эта отождествляется то с Юпитером, то с Меркурием, но для древнего человека это было и не столь важно, потому что словом Нибиру обозначалась любая планета, которая растекала небо надвое. Планета Нибиру окружена множеством тайных загадок, как и сама шумерская цивилизация. При раскопках археологи обнаружили глиняные таблички, на которых описана история древних шумеров, живших на территории современного Ирака. Клинописные тексты подробно рассказывают о том, что происходило на Земле еще 500 тысяч лет назад. На этих скрижалях, когда их удалось расшифровать, шумеры рассказывали о неких посланцах небесных, которые прилетели на Землю 445 тысяч лет назад, чтобы пополнить свои запасы золота. Золото у них не было драгметалом, это было какого-то рода топливо. Именно древние шумеры впервые поведали миру о таинственной планете Нибиру. Некоторые исследователи даже считают планету Х искусственным кораблем, который бороздит Вселенную по регулярному маршруту. А руководят ею некие существа, описанные еще в шумерских хрониках. Представители планеты Нибиру, Анунаки или Мефилемы, периодически возвращались на Землю, и развитие цивилизации шумеров прошло под знаком ожидания встречи со своими создателями. По одной из астрономических гипотез Нибиру пересекалась с орбитой Земли каждые 3600 лет. При контакте Нибиру с нашей планетой эти высокоразвитые существа спускались на Землю. Когда-то, оказавшись в Солнечной системе, Нибиру столкнулась с планетой Теомат, расколовшейся на части. Один из осколков и стал впоследствии Землей. Катастрофа сопровождалась ужасными природными катаклизмами, описанными в древних шумерских текстах. Но можно ли в этих хрониках найти точную дату конца света? Словом Нибиру может обозначаться все, что угодно. Мы ничего не можем сказать о 2012 году у шумеров по той простой причине, что 2012 год это дата христианского летоисчисления. У шумеров была совершенно иная хронологическая система. У шумеров никогда не было предсказаний на далекое будущее. А все описания катастрофы соотносятся с прошедшими событиями. Исследователи рассчитали, что 21 декабря 2012 года планета Нибиру приблизится к Земле настолько, что будет выглядеть как второе по размеру Солнце кроваво-красного цвета. Ее движение вызовет на нашей планете всевозможные природные катаклизмы. Любое небесное тело, большое масса, пролетающаяся рядом с Землей, всегда должно вызвать что-то. Скорее всего, это естественно, тектоническая деятельность должна возрасти резко. Землетрясения, извержение вулканов. И, по всей видимости, как уже не однажды было, большая волна. Приверженцы этой теории уверены. Приближение планеты Нибиру приведет к самым катастрофическим последствиям. Существует версия полной смены полюсов на Земле, что повлечет за собой колоссальные изменения на планете. Землетрясения и цунами огромной силы будут сотрясать Землю до тех пор, пока Нибиру не удалится на безопасное расстояние. В принципе, столкновения не будет, и Нибиру пройдет над Землей. Конечно, Нибиру от этого прохождения ничего не будет, но от прохождения Нибиру над Землей у нас, возможно, могут быть некие нежелательные последствия. То есть, дальнейшее перемещение полюсов, возможно, полюса сдвинутся, и также могут поменяться совершенно какие-то части суши. Ученые утверждают, даже если Земля без последствий переживет приближение планеты Х, смены полюсов нам не избежать. Такие изменения специалисты называют геомагнитной инверсией. На протяжении всего существования магнитное поле Земли не раз меняло свою полярность. Северный полюс становился южным и наоборот. Последние исследования показали, на Земле опять происходит смена полюсов. Они обработали результаты спутниковых наблюдений совершенно последних и показали, что, в общем, поле на настоящий момент значительно отличается от дипольного, и есть некие признаки, некие черты у магнитного поля, которые можно проинтерпретировать как признак наступающей инверсии. Известно, что магнитные полюса не привязаны к определенной точке на карте, и северный, и южный постоянно меняют свою позицию. По поверхности нашей планеты они перемещаются со скоростью 40 километров в год, но только в последнее время эта скорость существенно возросла. Есть канадская геомагнитная служба, которая раз в год ездит в те места и точно устанавливает положение полюса. Вроде как получается, что северный магнитный полюс стал смещаться быстрее в последние десятилетия, чем те десятилетия, которые предшествовали этому. Перемещение полюсов по меркам человеческой жизни процесс небыстрый. Полная смена южного на северный занимает от 3 до 7 тысяч лет. И даже если она уже идет полным ходом, результатов могут не заметить даже наши праправнуки. Но остается вероятность внезапного ускорения этого движения. В случае резкого скачка последствия геомагнитной инверсии мы увидим собственными глазами через несколько десятков лет. Какие угрозы она нанесет для человечества? Есть опять же две точки зрения противоположные. Одна говорит, что это приведет к каким-то катастрофическим совершенно изменениям. А другая говорит, что ничего особого в процессе инверсии не произойдет. Вообще за время существования нашего вида хомо сапиенс ни одной инверсии не произошло. Точные причины смены полюсов пока еще загадка. Однако последствия ученые представляют вполне определенно. Исследователи считают, что это явление грозит смертью всему живому на Земле. Ведь во время перемещения северного и южного полюса исчезнет защитная магнитная оболочка. И на планету обрушится поток космических лучей, столь опасных для ее обитателей. Самым уязвимым окажется район экватора. В связи с вращением Земли будет по этим экваториальным областям приходиться каждые 24 часа относительно сильный радиационный удар. В этих широтах наибольшее число населения нашей планеты живет. Это может привести к заметному увеличению браковых заболеваний. Скорее всего смена полюсов приведет к техногенным катастрофам. Изменение полярности станет причиной расширения озоновых дыр. Без природного компаса не смогут мигрировать животные. Некоторые исследователи напрямую связывают со смещением полюсов все прошлые катастрофы. В том числе всемирный потоп, гибель динозавров и исчезновение Атлантиды. Так это или нет сказать трудно. Ведь точного сценария того, что случится при исчезновении магнитного поля Земли не знает никто. Магнитный полюс Земли начинает движение по часовой стрелке. Причиной это является воздействие солнечной радиации, а также все спутники находятся между северным полюсом и экватором и возникает своего рода электромагнитное тороидное поле, в результате чего происходит отклонение магнитного полюса Земли в сторону экватора. Смещение магнитных полей может произойти из-за стремительного увеличения активности Солнца. Последние исследования говорят о новом цикле солнечной активности, пик который ожидается в 2012 году. Выходит, нас ждут неизбежные катастрофы. Предсказать сочность до одного дня ни одно невозможно. Гигантский вулкан, вспышка на Солнце, рентгеновская вспышка, активизация центра Вселенной, А тут прямо дата названа 22 декабря. Но какой же из этих 25 видов конца света похоже все-таки что Солнце. Принято считать, что Солнце тем опаснее для Земли, чем больше на нем появляется пятен. Пятнами ученые называют темные области, которые связаны с очень сильным магнитным излучением. Эти следы обычно появляются в периоды максимальной солнечной активности. в это время их число может достигать полутора сотен. Тогда отсветило к Земле несутся интенсивные потоки опасных частиц. Но можем ли мы быть спокойны, когда пятен на Солнце нет? И на Солнце бывают пятна. То есть пятна появляются, исчезают, этот цикл повторяется каждые 11 лет. Наводил статистику Катрелл, такой исследователь, и у него получались такие вещи, что когда на Солнце нет пятен, то на Земле всякие неприятности. Но что сейчас происходит с Солнцем, ученые объяснить не могут. Дело в том, что на нем почти не осталось солнечных пятен. Те же, что астрофизики успевают зафиксировать, исчезают через несколько дней. В таком состоянии в последний раз Солнце наблюдали почти 100 лет назад, в 1913 году. В начале каждого цикла, когда должны пойти пятна, они должны появляться сначала у полюсов Солнца, потом спускаться к экватору. Нету пока. Хотя уже давно должны были быть пятна. Но вот японский аппарат солнечный засек, что начали двигаться поля магнитные на Солнце. Вот как раз от полюсов. А это очень большая неприятность. Ожидаемый в ближайшее время рост солнечной активности грозит нам колоссальными вспышками на Солнце. За ними неизбежно последуют геомагнитные буря огромной силы. Последствия прогнозируемого солнечного шторма ученые сравнивают с падением на Землю гигантского астероида. Погибших не будет, но солнечные вспышки парализуют все электрические сети и энергетические системы. В момент вспышки из Солнца, точнее из его верхних слоев, из короны, выбрасывается большое количество вещества, движущегося во все стороны с огромной скоростью. И возникает на Земле то, что мы называем магнитными бурями. Катастрофа парализует экономику. Перестанет поступать питьевая вода, не будут работать холодильники, застынут бензоколонки. По подсчетам специалистов, энергетический коллапс только в течение одного года приведет к смерти многих миллионов людей. Крупнейший солнечный шторм был зафиксирован 150 лет назад. Но тогда магнитная буря не нанесла серьезного урона. Электричество еще не было основы экономики. В том, что повторение катастрофы неизбежно, ученые не сомневаются. Солнце это своеобразный ядерный реактор. В недрах Солнца идут так называемые термоядерные реакции. Этот реактор может когда-нибудь пойти в разнос. Это значит, что энергия, выделяемая Солнце резко увеличится. Если это будет очень сильно, то мы можем изгореть. Но есть и иной сценарий развития событий. Некоторые астрофизики выдвинули гипотезу, что Солнце уже не выйдет из цикла минимальной активности. Светило быстро остывает. И вместо пика солнечной деятельности в 2012 нас ждет новый ледниковый период. Минимум солнечной активности должен был согласно многолетней статистике, статистике в течение почти сотен лет, произойти примерно 3-4 года назад. Активное Солнце должно было возрастать. Однако этот минимум затянулся. Активное Солнце долговременное падает, что в ближайшее время наступит что-то вроде кратковременного ледникового периода. Однако пока человечеству всерьез грозит другая катастрофа. Глобальное потепление климата. Только за последние 100 лет Земля разогрелась на 1 градус выше средних показателей. Ученые прогнозируют, что уже в течение ближайших 50 лет нам стоит ожидать повышения температуры еще на 5 градусов. Что в таком случае ждет всех живых обитателей планеты? Будет таять вечная мерзлота. А вечная мерзлота содержит очень большое количество метана и углекислогаза. Ведь он тоже весь перейдет в атмосферу. Также будет прогреваться океан. Конечно же он содержит большое количество углекислогаза. Тоже будет поступать в атмосферу. И тут боюсь что может заработать вечный двигатель, который будет усиливать прогрев нашей на изменение климата на Земле влияет не только человек. Температуру повышают вулканические выбросы, парниковые эффекты, солнечная активность. Кстати климат на планете меняется постоянно. Так эпохи глобальных потеплений периодически сменяют ледники. Да я думаю что глобальное потепление о котором говорят связано в основном не с человеческой деятельностью а с тем что солнце в течение некоторого времени стало чуть-чуть больше излучать. Причем это увеличение излучения на долю процентов но оно так сказать может оказывать влияние. Выходит что серьезное увеличение солнечной активности к 2012 году грозит нам значительным потеплением изменением климата и катастрофическим тайнем ледников. Прибавим антропогенные выбросы увеличивающий парниковый эффект. так неужели у нас есть все шансы повторить судьбу соседней Венеры поверхность которой разогрета до 475 градусов по Цельсию. У нас ведь есть пример соседней планеты от Венеры и там тоже парниковый эффект ну там в страшно больших масштабах конечно но конечно говорить об этом не хочется но во всяком случае сценарий такой возможен. Климатологи полагают что пока от этого сценария нас спасают океаны которые поглощают атмосферный углерод но все же ни один ученый не рискнет предположить что произойдет с нашей планетой в случае стремительного глобального потепления пока специалисты делают прогнозы лишь на ближайшее будущее которое вовсе не выглядит радужным в связи с потеплением на земле участятся ливни и шторма а где-то воцарятся засухи из-за таяния ледников будут мельчать реки возникнут проблемы с питьевой водой тем временем океан поглотит значительные части суши высота меры океана поднимется на сотню а то и другую метров а мы Москва допустим Москва находится на высоте над уровнем моря в 150 метров да ну что рядом будет с нами плескаться море как-то не то вся Сибирь затоплена будет западная половина Европы затоплена однако существует еще один сценарий осуществление которого может заковать всю планету в ледяной безжизненный панцирь глобальный ядерный конфликт взрывы вызовут пожары которые объединятся в один образуя огненный смерч свет на землю поступать не будет и соответственно очень серьезно изменится климат на земле в сторону похолодания из-за того что солнечный свет не будет пробиваться и это будет то что будет называться ядерной зимой в ночной ледяной пустыне будут бушевать ураганы разразятся засухи живой мир планеты будет мучительно погибать от холода голода и эпидемии я думаю что между основными государствами мира такие войны невозможны но в принципе их исключать нельзя особенно среди стран третьего мира если эти страны обзаведуются ядерным оружием термин случайная ядерная война давно обосновался в современном политическом лексиконе неполадки технические сбои неисправности в системах вооружений а также ошибки человека с его слабостями и недостатками ни на минуту не исключают развитие событий по такому сценарию если вот все то оружие которое есть сейчас будет применено в войне всех против всех то это и есть самый пессимистичный прогноз но это прогноз прогноз окончания жизни на земле так действительно ли майя предрекли нам конец света и как они смогли с необычайной точностью вычислить роковую дату 21 декабря 2012 года когда на землю спустится баллон йогте бог перемен когда-то китайская цивилизация гибель с кэшомер общались с кинем-то внеземными сущностями то есть которые приходили не с земли а с каких-то других планет с космоса до сих пор у самых примитивных племен латинской америки сохранились устные предания о пришельцах а их атрибуты ритуальных действий напоминают космические скафандры как и на древних изображениях цивилизации майя это изображение как раз опять-таки пришло из храмов древних майя а что мы видим мы видим здесь голову в скафандре голову в обыкновенном космическом шлейфе в мифах народов Африки Япония Китая Монголия Тибета и Индонезия истории о небесных учителях и богах занимают особое место через все эти предания красной нитью проходит мысль о некогда существовавшей связи между обитателями земли и неба так почему же столь разные древние цивилизации придумали фактически один и тот же сюжет и была ли для этого реальная предпосылка что такое пять солнц майя это они оставляли на земле вот высокой цивилизации уже четыре поколения человечества и каждый раз это человечество не оправдывало их надежды не берегла землю между собой вместо того чтобы любить друг друга войны вели они возвращались смотрят да эти же вояки могут землю нашу замечательную уничтожить раз потопом сбросили вот эту цивилизацию человеческую новую возродили быть может спрогнозированная майя катастрофа окажется делом так сказать рук некой внеземной цивилизации но тогда насколько суров будет описанный в древних индейских текстах великий бог перемен если мы обратимся к календарю майя ацтеков инков которые как раз исследовали 2012 год 21 декабря в своих предсказаниях то там мы не находим указания на то что это будет конец света то что начнется новая эра эра пятого солнца да безусловно мы такое указание находим и все же можем ли мы полностью доверять календарю который был составлен 5000 лет назад некоторые исследователи уверены можем и почти на 99% сравнимый по сложности лишь с компьютерной программой он вызывает замешательства даже у современных археологов и астрономов возникает вопрос каким образом еще до изобретения телескопа майя смогли сделать столь точные расчеты или все же индейский календарь был подарком звездных пришельцев их календарь один из них из календарей у них там 10 что ли календарей точнее современного значит наш отклоняется на три тысячных от реальности а у них на две тысячных но для такого календаря нужны точнейшие атомные часы телескопы у них же ничего этого не было они за звездами наблюдали и вот этот календарь в частности по которому конец света это же они там на башне сквозь окно наблюдают Венеру ну календарь на таком основании точно не сделаешь так что вот чем больше читаешь о майя тем больше загадок так может быть в своем календаре индейцы майя загадали загадку верного ответа на которую мы так и не сумели отыскать и все наши опасения насчет рокового числа конца света всего лишь домыслы ведь как заявили латиноамериканские ученые на эту дату выпадает всего лишь конец нынешнего космического цикла каким его представляли себе в индейской доколумбовой цивилизации наблюдение Нибиру было там ну штук десять в разные годы в разных странах Нибиру наблюдалось я тогда подумал а вдруг вот конец света 2012 года связан как раз Нибиру но осталось два года и уже конечно мы все должны были бы ее видеть так что похоже что прилет Нибиру если она существует откладывается весьма скептически относятся ученые и к вольной интерпретации шумерских текстов о планете Нибиру ведь древние жители Месопотамия не могли даже знать о существовании Урана Нептуна и Плутона так что скорее всего шумеры называли именем Нибиру любую из известных им планет ну конечно нет планеты Нибиру по крайней мере мы ее не открыли по крайней мере известная десятки сотни сотни тысяч малых планет Солнечной системы которые любую из них можно назвать планетой Нибиру любая из них гипотетически под влиянием неких сил изменит орбиту и сблизится с Землей и все же создается впечатление что количество землетрясений ураганов и наводнений растет с каждым днем по данному ООН с 1960 года частота крупных природных катастроф увеличилась в три раза только за последние 10 лет от стихийных бедствий в мире погибли почти 75 тысяч человек число пострадавших перевалило за 211 миллионов впечатление что увеличивается частота катастроф и что больше людей гибнет на мой взгляд это несколько обманчивый тут есть две причины первая это широкое развитие средств массовой информации то есть раньше просто мы об этом часто не знали и второе что земля конечно заселяется каждая катастрофа может быть чревато гибелью большего количества людей люди всегда предсказывали конец света разные народы готовились к Армагеддону к концу времен страшному суду но пока безосновательно в 2000 году нас пугали концом света аж по семи причинам среди них появление второй луны и всемирный сбой компьютерной техники как-то характерно для людей они хотят вот этими страшилками что ли отвлечься на мой взгляд от действительно страшных явлений я ничего думаю что не произойдет в 12 году и никаких таких крупных катаклизмов не будет даже катакомбы массивны иисус сказал дата когда наступит судный день никому неизвестно об этом знает только создатель выходит что всеточные предсказания о конце света не будут абсолютно верными ведь если апокалипсис во власти Бога то никто и никогда не сможет определить последний день и час и все же в священном писании есть несколько признаков конца света так можем ли мы доверять апокалипсису Иоанна Богослова который предсказал нам какими будут последние дни человечества весь ветхий заяц состоит из откровений пророков которые пророчества предсказывали будущее не просто в качестве астрологии в качестве какого-то фиглярства а как указание людям на то как нужно поступать еще после аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года многие обратили внимание на ее совпадение с описанной в апокалипсисе трагедии полынь в Библии символ наказания Господня быть может Иоанн Богослов под звездой полынь имел в виду ту самую радиационную катастрофу Чернобыль по-белорусски полынь то есть по-нашему полынь травка называется а по-белорусски Чернобыль поэтому были такие как бы когда Чернобыль случился были такие ассоциации апокалипсис предрекает события которые произойдут перед самым концом света в это время сатана делает все чтобы погубить как можно больше людей его посредник на земле определенная государственная власть тот самый зверь чье число 666 в 2000 году верующие нашли это сочетание цифр в бланке налогового учета ИНМ скандал был урегулирован при вмешательстве РПЦ и светских судов но уже в 2007 году епископ анадерский и чукотский диамид заявил что на страницах паспортов в скрытом виде закодированы все те же три шестерки так находимся ли мы под тотальным контролем государства и чем на самом деле грозит число дьявола если им отмечен каждый из нас вы знаете это все какие-то катаклизмы описанные символически имеют цель чтобы люди покаялись чтобы люди осознали изменили свою жизнь и люди цивилизации государства поняли что они делают что-то не то наконец еще один момент так ли верна информация о самом конце света которую мы получаем в основном через интернет что несет в себе всемирная паутина не подчиняющаяся государством и официальным международным судам быть может это и есть та структура через которую можно разрушить нашу цивилизацию безо всяких природных катастроф и катаклизмов и не окажется ли глобальная сеть опаснейшим информационным оружием почему глобализм боятся христиане потому что одна из таких пророчеств перед кольцом света это единое мировое правительство которое будет создать антихрист антихрист это тот кто против Христа а против это во всем против то есть все морально-нравственные устои христианства а главное из которых любовь к ближнему они все будут неспровергнуты все будет наоборот и все же образы апокалипсиса всего лишь признаки близкого света представления которое может случиться а может и нет считается что именно на основании откровений Ивана Богослова Томас Чейз вычислил точную дату конца света если это верно то судный день мы можем ждать уже в сентябре 2010 так может просто не верны расчеты на которые ссылаются предсказатели всемирной катастрофы в таком случае у нас есть все основания доверять Ньютону по расчетам Ньютона выходит что конец света должен произойти в 2060 году то есть через 1260 лет после создания Карлом Великим священной Римской империи Ньютон вычислил точную дату апокалипсиса основываясь на загадочных текстах книги пророка Даниила библейские пророчества предсказывают приход мессии в древности в месяц было 30 дней в году 12 месяцев то есть 360 дней в году 3,5 года дают 1260 дней день имеет значение года для Ньютона таким образом через 1260 лет закончится все это наступит конец света главный вопрос с какого года мы начнем отсчет так что же выходит до конца света осталось всего лишь каких-то полсотни лет Ньютон не любил расчеты конца света он опасался того что если одно из пророчеств конца света не сбудется люди потеряют веру из-за этого он считал подобные предсказания глупым занятием вычисления даты конца света в его время были на очень близкий срок к примеру в течение 40 лет за одно поколение Ньютон говорит о том что нет причин для беспокойства конец света еще не так близок разгадав закон всемирного тяготения мог ли великий физик ошибиться на этот раз чьим предсказаниям стоит верить говорят нам правду древние мудрецы или современные ученые какого сценария конца света нам ждать когда он наступит и случится ли вообще и все же исследователи цивилизации Майя убеждены в 2012 конец света не состоится на земле будут это факт перед несущимся навстречу земле астероидам человечество пока бессильно но рассчитать куда упадет космическое тело ученым удалось примерное место столкновения Апофиса с нашей планетой полоса шириной в 50 километров она проходит через Россию Тихий океан Центральную Америку и далее в Атлантику и все же наиболее вероятно что астероид попадет в океан это зависит от того во-первых куда он упадет если на сушу то цунами едва ли хотя может быть тектонические деятельности очень резко возрасти и от этого и цунами будут либо если упадет в море кора у нас гораздо тоньше чем на суше в разы тогда это опять же чревато тем что вырвутся так сказать недра земли в любом случае столкновение с астероидом кардинально изменит климат на планете так не повторит ли человечество судьбу динозавров ну последний мир будет крещен огнем как бы такой как бы некое такое огненное испытание где сгорит все что не нужно это не просто будет огонь знаете такой вот это какая-то плазма конечно то что подобные катастрофы случались в истории Земли утверждают многие ученые некоторые исследователи полагают что именно из-за столкновения нашей планеты с крупным космическим телом и погибла Атлантида есть предположение что это был огромный метеорит сопровождавший комету Галлея вот как раз это столкновение породило цепь необратимых событий от столкновения началось извержение вулканов стала меняться картина Земли те части суши которые были в надводном положении они ушли под воду и конечно выжить в таком кошмаре было крайне проблематично по словам Платона впервые поведавшего миру о загадочном острове в один день и в одну бедственную ночь вся Атлантида ушла под воду легенда о потопе существует в мифах многих народов исследователи не сомневаются в их основу легли некие реальные события связанные с разгулом водной стихии некоторые считают эти явления лишь крупным наводнением местного масштаба но часть ученок готова принять версию всемирного потопа погубившего почти все человечество следы этого катаклизма археологи находят практически на всей поверхности земли легенда о всемирном потопе позволяют почти полностью восстановить картину ужасной катастрофы первый же мир был уничтожен потопом следи они стали такое что они ели друг друга разврат такой творился что дальше просто некуда поэтому мир был уничтожен потопом а второй был уничтожен огнем однако большинство склоняется к тому что причины это будет зависеть от размеров этого астероида поэтому сейчас пытаются разрабатывать методы попытаться его расколоть на несколько более мелких частей то он уже не так страшно будет а так в принципе если вот он завтра прилетит мы ничего не сделаем и тогда это будет зависеть от него от его размера и все же апофис приблизится к нам лишь в 29 году так при чем же здесь 2012 оказывается дата календаря мая и в этом случае играет свою роковую роль делая конец света почти неизбежным именно через два года астероид окажется на таком расстоянии от земли что ученые смогут определить его орбиту в 2029 если они ошибутся в расчетах хотя бы на несколько десятков метров предотвратить столкновение будет невозможно все будет зависеть от конкретной ситуации все будет зависеть от того какое это небесное тело насколько оно близко подошло к земле насколько много необходимы ядерных зарядов для того чтобы или это небесное тело разрушить или отклонить траекторию его движения чтобы не было столкновений с землей на какой высоте это произойдет вот каждый такой вариант он совершенно конкретен но то что какие-то побочные эффекты на земле будут это факт перед несущимся навстречу земле астероидам человечество пока бессильно но рассчитать куда упадет космическое тело ученым удалось примерное место столкновения Апофиса с нашей планетой полоса шириной в 50 километров она проходит через Россию Тихий океан Центральную Америку и далее в Атлантику и все же наиболее вероятно что астероид попадет в океан это зависит от того во-первых куда он упадет если на сушу то цунами едва ли хотя может быть тектонические действия очень резко возрасти и от этого и цунами будут либо если упадет в море кора у нас гораздо тоньше чем на суше в разы тогда это опять же чревато тем что вырвутся так сказать недра земли в любом случае столкновение с астероидом кардинально изменит климат на планете так не повторит ли человечество судьбу динозавров ну последний мир будет крещен огнем как бы такой как бы некое такое огненное испытание где сгорит все что не нужно это не просто будет огонь знаете такой вот это какая-то плазма конечно то что подобные катастрофы случались в истории земли утверждают многие ученые некоторые исследователи полагают что именно из-за столкновения нашей планеты с крупным космическим телом и погибла Атлантида есть предположение что это был огромный метеорит сопровождавший комету Галлея сенсационные данные катастрофа привела к перераспределению земной массы и сдвинула ось относительно которой сбалансирована наша планета на 8 сантиметров кроме того землетрясение сократило земные сутки почти на полторы микросекунды одно из таких в евангелии указаний на скорый конец света это умножающиеся такие катаклизмы мировые что море выйдет из берегов что настолько будет ужасающе море шуметь что люди будут издыхать от самого лучшего моря от страха грядущих испытаний такой конец для земли предположительно может приблизить и планета Нибиру спора существования которой ведется уже много лет ее называют десятой планетой солнечной системы известной так же как мордук планета Икс Телефаэтон считается что красная планета в несколько раз больше самой крупной планеты Юпитера исследователи полагают что Нибиру уже неоднократно приближалась к земле ее винят в исчезновении Атлантиды и бесконечных наводнениях есть мнение что Нибиру впервые упоминалась в древних шумерских текстах еще 6 тысяч лет назад название этой планеты переводится как паром или переправа планета эта отождествляется то с Юпитером то с Меркурием но для древнего человека это было и не столь важно потому что словом Неберу обозначалась любая планета которая рассекала небо надвое планета Неберу окружена множеством тайных загадок как и сама шумерская цивилизация при раскопках археологи обнаружили глиняные таблички на которых описана история древних шумеров живших на территории современного Ирака клинописные тексты подробно рассказывают о том что происходило на земле еще 500 тысяч лет назад на этих скрижалях когда их удалось расшифровать шумеры рассказывали о неких посланцах небесных которые прилетели на землю 445 тысяч лет назад чтобы пополнить свои запасы золота золото у них не было драгметаллом это было какого-то рода топливо именно древние шумеры впервые поведали миру о таинственной планете Нибиру некоторые исследователи даже считают планету Х искусственным кораблем который бороздит вселенную по регулярному маршруту а руководят ее некие существа описанные еще в шумерских хрониках представители планеты Нибиру Анунаки или Нефилемы периодически возвращались на землю и развитие цивилизации шумеров прошло под знаком ожидания встречи со своими создателями по одной из астрономических что в ближайшее время наступит что-то вроде кратковременного ледникового периода однако пока человечеству всерьез грозит другая катастрофа глобальное потепление климата только за последние сто лет земля разогрелась на один градус выше средних показателей ученые прогнозируют что уже в течение ближайших 50 лет нам стоит ожидать повышения температуры еще на 5 градусов что в таком случае ждет всех живых обитателей планеты будет вечная межзлота а вечная межзлота содержит очень большое количество метана и углекислогаза ведь он тоже весь перейдет в атмосферу также будет прогреваться океан конечно же он содержит большое количество углекислогаза тоже будет поступать в атмосферу и тут боюсь что может заработать вечный двигатель который будет все усиливать прогрев нашей земли на изменение климата на земле влияет не только человек температуру повышают вулканические выбросы парниковые эффекты солнечной активности кстати климат на планете меняется постоянно так эпохи глобальных потеплений периодически сменяют ледники да я думаю что глобальное потепление о котором говорят связано в основном не с человеческой деятельностью а с тем что солнце вот в течение некоторого времени стало чуть-чуть больше излучать причем это увеличение излучения на долю процентов но оно так сказать может оказывать влияние выходит что серьезное увеличение солнечной активности к 2012 году грозит нам значительным потеплением изменением климата и катастрофическим таянем ледников прибавим антропогенные выбросы увеличивающий парниковый эффект так неужели у нас есть все шансы повторить судьбу соседней Венеры поверхность которой разогрета до 475 градусов по Цельсию у нас ведь есть пример соседняя планета от Венеры ведь там тоже парниковый эффект ну там в страшно больших масштабах конечно но конечно говорить об этом не хочется но во всяком случае сценарий такой возможен климатологи полагают что пока от этого сценария нас спасают океаны которые поглощают атмосферный углерод но все же ни один ученый не рискнет предположить что произойдет с нашей планетой в случае стремительного глобального потепления пока специалисты делают прогнозы лишь на ближайшее будущее которое вовсе не выглядит радужным в связи с потеплением на земле участятся ливни и шторма а где-то воцарятся засухи из-за таяния ледников будут мельчать реки возникнут проблемы с питьевой водой тем временем океан поглотит значительные части суши высота меры океана поднимется на сотню а то и вулканическое облако достигло Москвы и Нижнего Новгорода сколько это продлится не могут сказать даже ученые в последний раз вулкан просыпался 200 лет назад и выбрасывал лаву два года подряд если это извержение будет таким же долгим то продлится оно до 2012 года года в котором нам предсказан конец света не являются ли эти катаклизмы предвестниками грядущего апокалипсиса апокалипсис армагеддон судный день 21 декабря 2012 года приближение этой даты мы ждем со страхом и любопытством наступит ли конец света по какому сценарию он будет развиваться и правда ли что календарь цивилизации майя предрек вселенскую катастрофу на этот счет есть много версий но так или иначе одно из древнейших на земле лета исчислений называет этот день концом современной эпохи таким его считали жрецы майя так его обозначили индийские астрономы получалось что 4 раза на земле возрождалась цивилизация и гибла и вот мы сейчас пятая цивилизация как они пишут пятое солнце и по их вот календарю вот с этим длинным счетом получается что календарь кончается в 2012 году не доверять расчетам индейских астрономов нет оснований ведь даже по современным меркам майя на удивление верно определяли даты астрономических событий а по своей точности их календарь даже превосходит наш современный Григорианский гибель нынешней цивилизации которую они называли концом пятого солнца древние жрецы назначили на декабрь 2012 у них каждое вот это солнце или каждый период цивилизации имеет название одна цивилизация погибла у них была там вода и погибла от потопа другой был огонь погибла от огня а вот у нас движение движение земли современные астрономы считают переходом нашей вселенной из одной системы в другую именно 21 декабря 2012 произойдет парад планет когда в одну линию выстроятся некоторые планеты не только солнечной но и других звездных систем прямая протянется от самого центра галактики но что произойдет после этого с самой галактикой и доживет ли до этого дня наша цивилизация так или иначе но конец света пророчества всех религий связывают с глобальными катаклизмами уничтожающими целые материки ученые подтверждают наша планета знала подобные катастрофы питьевая вода не будут работать холодильники застынут бензоколонки по подсчетам специалистов энергетический коллапс только в течение одного года приведет к смерти многих миллионов людей крупнейший солнечный шторм был зафиксирован 150 лет назад но тогда магнитная буря не нанесла серьезного урона электричества еще не было основой экономики в том что повторение катастрофы неизбежно ученые не сомневаются солнце это своеобразный ядерный реактор значит в недрах солнца идут так называемые термоядерные реакции этот реактор может когда-нибудь пойти в разнос это значит что энергия выделяемая солнцем резко увеличится если это будет очень сильно то мы можем изгореть но есть и иной сценарий развития событий некоторые астрофизики выдвинули гипотезу что солнце уже не выйдет из цикла минимальной активности светило быстро остывает и вместо пика солнечной деятельности в 2012 нас ждет новый ледниковый период минимум солнечной активности должен был согласно многолетней статистике статистики в течение почти сотен лет произойти примерно 3-4 года назад активное солнце должна была возрастать однако этот минимум затянулся активное солнце вообще долговременно падает что в ближайшее время наступит что-то вроде кратковременного ледникового периода однако пока человечеству всерьез грозит другая катастрофа глобальное потепление климата только за последние сто лет земля разогрелась на 1 градус выше средних показателей ученые прогнозируют что уже в течение ближайших 50 лет нам стоит ожидать повышения температуры еще на 5 градусов что в таком случае ждет всех живых обитателей планеты будет айти вечная межзлота а вечная межзлота содержит очень большое количество метана и углекислогаза ведь он тоже весь перейдет в атмосферу также будет прогреваться океан конечно же он содержит большое количество углекислогаза тоже будет поступать в атмосферу и тут боюсь что может заработать вечный двигатель который будет все усиливать прогрев нашей земли на изменение климата на земле влияет не только человек температуру повышают вулканические выбросы парниковые эффекты солнечной активности кстати климат на планете меняется постоянно так эпохи глобальных потеплений периодически сменяют ледники да я думаю что глобальное потепление о котором говорят связано в основном не с человеческой деятельностью а с тем что солнце в течение некоторого времени стало чуть-чуть больше излучать ядерное оружие для предотвращения столкновения крупных небесных тел с землей какие необходимы мощности ядерных зарядов против какого небесного тела какой массы эти расчеты когда-нибудь и могут пригодиться возможно ли избежать нависшей над нами опасности очевидно что всем известные рецепты голливудских кинорежиссеров воплотить в жизнь просто невероятно ученые уже начали подготовку к встрече с неуправляемым космическим телом но успеют ли они найти способ как сбить с курса гиганта несущегося к нам из глубин вселенной и окажутся ли верными эти расчеты это будет зависеть от размеров этого астероида поэтому сейчас пытаются разрабатывать методы попытаться его расколоть на несколько более мелких частей он уже не так страшно будет а так в принципе если вот он завтра прилетит мы ничего не сделаем и тогда это будет зависеть от него от его размера и все же Апофис приблизится к нам лишь в 29 году так при чем же здесь 2012 оказывается дата календаря мая и в этом случае играет свою роковую роль делая конец света почти неизбежным именно через два года астероид окажется на таком расстоянии от земли что ученые смогут определить его орбиту в 2029 если они ошибутся в расчетах хотя бы на несколько десятков метров предотвратить столкновение будет невозможно все будет зависеть от конкретной ситуации все будет зависеть от того какое это небесное тело насколько оно близко подошло к земле насколько много необходимо ядерных зарядов для того чтобы или это небесное тело разрушить или отклонить траекторию его движения чтобы не было столкновений с землей на какой высоте это произойдет каждый такой вариант он совершенно конкретен но то что какие-то побочные эффекты на земле будут это факт перед несущимся навстречу земле астероидам человечество пока бессильно но рассчитать куда упадет космическое тело ученым удалось примерное место столкновения апофиса с нашей планетой полоса шириной в 50 километров она проходит через Россию Тихий океан Центральную Америку и далее в Атлантику и все же наиболее вероятно что астероид попадет в океан это зависит от того во-первых куда он упадет если на сушу то цунами едва ли хотя может быть тектонические деятельности очень резко возрасти и от этого и цунами будут либо если упадет в море кора у нас гораздо тоньше чем на суше в разы тогда это опять же чревато тем что вырвутся капсухи из-за таяния ледников будут мельчать реки возникнут проблемы с питьевой водой тем временем океан поглотит значительные части суши высота меры океана поднимется на сотню а то и другую метров а мы Москва допустим Москва находится на высоте над уровнем моря в 150 метров да ну что рядом будет с нами плескаться море как-то не то вся Сибирь затоплена будет западная половина Европы затоплена однако существует еще один сценарий осуществление которого может заковать всю планету в ледяной безжизненный панцирь глобальный ядерный конфликт взрывы вызовут пожары которые объединятся в один образуя огненный смерч свет на землю поступать не будет и соответственно очень серьезно изменится климат на земле в сторону похолодания из-за того что солнечный свет не будет пробиваться и это будет то что будет называться ядерной зимой в ночной ледяной пустыне будут бушевать ураганы разразятся засухи живой мир планеты будет мучительно погибать от холода, голода и эпидемии я думаю что между основными государствами мира такие войны невозможны но в принципе их исключать нельзя особенно среди стран третьего мира если эти страны обзаведуются ядерным оружием термин случайная ядерная война давно обосновался в современном политическом лексиконе неполадки технические избои неисправности в системах вооружений а также ошибки человека с его слабостями и недостатками ни на минуту не исключают развитие событий по такому сценарию если вот все то оружие которое есть сейчас будет применено в войне всех против всех то это и есть самый пессимистичный прогноз но это прогноз прогноз окончания жизни на земле так действительно ли майя предрекли нам конец света и как они смогли с необычайной точностью вычислить роковую дату 21 декабря 2012 года когда на землю спустится баллон йокте бог перемен когда-то китайская цивилизация гидридская шумерская общая с какими-то внеземными сущностями то есть которые приходили не с земли а с каких-то других планет с космоса до сих пор у самых примитивных племен латинской америки сохранились устные предания о пришельцах а их атрибуты ритуальных действий напоминают космические скафандры как и на древних изображениях цивилизации майя это изображение как раз опять-таки представители планеты Нибиру Анунаки или Мефилема периодически возвращались на землю и развитие цивилизации шумеров прошло под знаком ожидания встречи со своими создателями по одной из астрономических гипотез Нибиру пересекалась с орбитой земли каждые 3600 лет при контакте Нибиру с нашей планетой эти высокоразвитые существа спускались на землю когда-то оказавшись в солнечной системе Нибиру столкнулась с планетой Тиамат расколовшейся на части один из осколков и стал впоследствии землей катастрофа сопровождалась ужасными природными катаклизмами описанными в древних шумерских текстах но можно ли в этих хрониках найти точную дату конца света Словом Нибиру может обозначаться все что угодно мы ничего не можем сказать о 2012 годе у шумеров по той простой причине что 2012 год это дата христианского летоисчисления у шумеров была совершенно иная хронологическая система у шумеров никогда не было предсказаний на далекое будущее а все описание катастрофы соотносятся с прошедшими событиями исследователи рассчитали что 21 декабря 2012 года планета Нибиру приблизится к Земле настолько что будет выглядеть как второе по размеру Солнце кроваво-красного цвета ее движение вызовет на нашей планете всевозможные природные катаклизмы любое небесное тело большой масс пролетающий рядом с Землей всегда должно вызвать что-то скорее всего это естественно тектоническая деятельность должна возрасти резко землетрясения извержения вулканов и по всей видимости как уже не однажды было большая волна приверженцы этой теории уверены приближение планеты Нибиру приведет к самым катастрофическим последствиям существует версия полной смены полюсов на Земле что повлечет за собой колоссальные изменения на планете землетрясения и цунами огромной силы будут сотрясать Землю до тех пор пока Нибиру не удалится на безопасное расстояние в принципе столкновения не будет и Нибиру пройдет над Землей конечно Нибиру от этого прохождения ничего не будет но от прохождения Нибиру над Землей у нас возможно могут быть некие нежелательные последствия которые произошли за последние сутки а желтым это за последнюю неделю вот в целом за неделю по земле землетрясений с определенного уровня вот магнитуда два с половиной по шкале Рихтера произошло 262 землетрясения только во второй половине 20 века произошло несколько землетрясений которые относят к числу величайших катаклизмов за всю историю человечества так энергия гималайской сейсмической катастрофы произошедшей в высокогорной части Тибета в 1950 году была равна энергии взрыва 100 тысяч атомных бомб за 100 километров от Гималаев люди испытывали приступы морской болезни а чилийское землетрясение 1960 года полностью разрушило 400-летний город Консепсион обвалы и оползни произошли на площади равной территории Великобритании за несколько секунд прибрежная полоса площадью в 10 квадратных километров опустилась на 2 метра ниже уровня океана 21 век лишь продолжил ужасный список если взять по периферии Тихого океана сразу сколько было землетрясений заметное на Тайване в Японии значит Чили вот это большое землетрясение которое случилось в феврале этого года затем ну где еще там вот сейчас в Новой Зеландии происходит ну не такое сильное Гаити перед этим то есть мы видим что да действительно это как бы кажется что вот как-то разбушевалась у нас земля после крупного землетрясения в Чили в феврале 2010 года американские ученые опубликовали сенсационные данные катастрофа привела к перераспределению земной массы и сдвинула ось относительно которой сбалансирована наша планета на 8 сантиметров кроме того землетрясение сократило земные сутки почти на полторы микросекунды одно из таких в евангелии указаний на скорый конец света это умножающиеся такие катаклизмы мировые что море выйдет из берегов что настолько будет ужасающе море шумит что люди будут издыхать от самого лучшего моря от страха грядущих испытаний такой конец для земли предположительно может приблизить и планета Нибиру спор о существовании которой ведется уже много лет ее называют десятой планетой солнечной системы известной также как мордук планета икс телефаэтон считается что красная планета в несколько раз больше самой крупной планеты юпитера исследователи полагают что Нибиру уже неоднократно приближалась к земле ее винят в исчезновении Атлантиды и бесконечных наводнениях есть мнение что Нибиру впервые упоминалось в древних шумерских текстах еще 6000 лет назад название этой планеты произойдет с нашей планетой в случае стремительного глобального потепления пока специалисты делают прогнозы лишь на ближайшее будущее которое вовсе не выглядит радужным в связи с потеплением на земле участятся ливни и шторма а где-то воцарятся засухи из-за таяния ледников будут мельчать реки возникнут проблемы с питьевой водой тем временем океан поглотит значительные части суши высота мира океана поднимется на сотню а то и другую метров а мы Москва допустим Москва находится на высоте над уровнем моря в 150 метров да ну что рядом будет с нами плескаться море как-то не то вся Сибирь затоплена будет западная половина Европы затоплена однако существует еще один сценарий осуществление которого может заковать всю планету в ледяной безжизненный панцирь глобальный ядерный конфликт взрывы вызовут пожары которые объединятся в один образуя огненный смерч свет на землю поступать не будет и соответственно очень серьезно изменится климат на земле в сторону похолодания из-за того что солнечный свет не будет пробиваться и это будет то что будет называться ядерной зимой в ночной ледяной пустыне будут бушевать ураганы разразятся засухи живой мир планеты будет мучительно погибать от холода голода и эпидемии я думаю что между основными государствами мира такие войны невозможны но в принципе их исключать нельзя особенно среди стран третьего мира если эти страны обзаведуются ядерным оружием термин случайная ядерная война давно обосновался в современном политическом лексиконе неполадки технические сбои неисправности в системах вооружений а также ошибки человека с его слабостями и недостатками ни на минуту не исключают развитие событий по такому сценарию если вот все то оружие которое есть сейчас будет применено в войне всех против всех то это и есть самый пессимистичный прогноз но это прогноз прогноз окончания жизни на земле так так действительно мая предрекли нам конец света и как они смогли с необычайной точностью вычислить роковую дату 21 декабря 2012 года когда на землю спустится баллон йогте бог перемен когда-то китайская цивилизация гибельская шумерская общалась с какими-то внеземными сущностями то есть которые приходили не с земли а с каких-то других планет с космоса до сих пор у самых примитивных племян